Итак, вы на канале Таро Инжел Плэнет. У нас сегодня техника работы с подсознанием. Техника называется вопрос-ответ. Она будет у нас на колоде осознанное сновидение. Мы тут будем говорить про осознание. Будем искать ответы на наши вопросы. Осознанно или неосознанно. Что-то осознанно, что-то из подсознания будем доставать. Не забывайте поставить лайк, подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Итак, сейчас придется вам подумать о ситуации своей, описать ее мысленно в голове, что вас беспокоит. Мы будем искать ресурс для разрешения этой ситуации. Если действительно это какая-то серьезная проблема. Так как это работа с сознанием, с подсознанием, мы будем искать наши ощущения, что мы чувствуем по поводу того или иного вопроса и по поводу того или иного запроса. Сосредоточьтесь. Смотрим. Можно посмотреть, подумать, что вы чувствуете, как вы себе это представляете, о чем думаете, когда смотрите, в каком образе вы узнаете себя. Если для вас эта карта откликается благоприятно. Вы чувствуете, что это о легкости, что вы имеете право понаблюдать за бабочками, то все хорошо. Но если вы чувствуете тревожность, что из-за беспечности, из-за какой-то вот тут вот тревожащее существо какое-то спустилось, и вы его не замечаете, значит, есть какая-то тревожность, есть опасность, потому что вот там вот скрывается у нас кто-то за деревом, в виде дерева, да, и мы не сразу можем его распознать. Что вы чувствуете по поводу этого, что откликается. Если у вас запрос на отношения, то может быть стоит какая-то угроза, может быть беспечный партнер не замечает угрозу и ничего не делает, а может быть вы беспечно относитесь, а может быть что-то из безответственности. Давайте тогда посмотрим, да, вот мы этот вопрос пока отложим. Мы смотрим, наблюдаем за ним. Предполагаем, да, что там может быть, как развивается ситуация. Давайте тогда посмотрим, найдем ответы, да, что происходит, какие чувства. Найдем ответ, это карта ответа. Но вопрос, что чувствуете, что вам приходит, как откликается. Есть ли запрос на отношения, может быть, из сухих бесчувственных отношений в чувства, в управление своим кораблем, в ответственность, управление моей жизнью. Может быть какая-то скрытность, закрытое лицо, нет открытости. Может быть вы о планах своих не говорите, что хотите сделать. И ответ на вопрос, вот смотрите, как получается. Мы как бы тут отворачиваемся вот отсюда, поворачиваемся вот сюда, трансформируемся и превращаемся в тех, кем мы, может быть, не являемся. И как мы будем влить и управлять своей жизнью и своим кораблем. Корабли пустыни, вон там, вон они на пустыне стоят. Может быть ассоциация с тем, что здесь море высыхает, отступает и надо где-то отступить, где-то уходить. Может быть как раз уходить вот от этого неприятного, тревожащего момента. Уход может быть вот от этого. Но вот так как мы управляем своим кораблем, вы должны сами управлять, сами решать все эти вопросы. Видео небольшой вопрос-ответ. Главное, чтобы вы для себя нашли, что вам откликается. Как вы это почувствовали, как вы это понимаете. Может быть для кого-то вот на этой карте нет угрозы. Это такая сущность дерева, которая говорит привет и ничего страшного не несет. Может быть не надо ничего делать. Кто-то готов жить с этой тревожностью, кто-то не готов. А кому-то все-таки нужны новые горизонты или надо выходить из беспечности. Кому-то надо пересаживаться вот с этих кораблей вот на эти. Кому-то об этом. Главное, что мы находим вариант ответа сами для себя. Связанный он с реальной жизнью. Чтобы мы нашли ресурсы в решении проблем. Если вы ищете ресурсы. С одной стороны, вроде как тут все в ресурсе. Тут все хорошо кажется на первый взгляд. Но есть кто-то или что-то, кто наблюдает. Или таит, может быть, угроза или опасность. А может быть и не таит. В чем ресурс заключается? Действительно, может быть, не стоит находиться там, где плохо. Ресурс может быть или съездить, или попутешествовать. Это значит уйти из этого состояния. И куда-то сходить, съездить, сменить обстановку. Может быть, и ответ на вопрос вот в таком состоянии. Ставь лайк. Подписывайся. В комментариях. Пиши, принимаю с благодарностью. Не забудьте поставить колокольчик. А я жду вас на личных раскладах и консультациях. Ссылка в описании канала.